Неделя спорта Вторая встреча для команды из Татарстана на данном турнире. Напомним, что в первом матче казанцы одержали победу над соперниками из Андорры. Получилось ли продолжить серию побед, узнавал Александр Дегтярев. Третий домашний матч в этом сезоне баскетбольный уникс проводил в минувшую среду. Соперником по второму туру Кубка Европы стал французский Пари Левелуа. Казанская команда откровенно плохо начала игру. Первая четверть заканчивалась 16-22, но, видимо, тренер не смог повлиять на игроков и почти сразу со свистка пришлось брать тайм-аут. Уникс уже летел 16-26. Выводы, хоть и незначительные, последовали, но на большой перерыв баскетболисты ушли со счетом на табло 34-46. Кстати, в первой половине игры уникс давал сопернику попадать издали с 66% вероятностью, хотя сам забил всего два трехочковых из 13. Вторая половина игры прошла целиком под контролем казанских баскетболистов. Третью четверть для Левелуа даже мягко назвать провальной. 23-6 в пользу хозяев. Во второй половине мы прибавили за счет активных действий защиты. Мы стали прессинговать по всей площадке и, соответственно, заставили их ошибаться. И тем самым у нас появились легкие очки. Мы начали бежать в прорывы, забивать легкие мячи. И, соответственно, очень быстро сократили отставание. И, соответственно, взяли инициативу в свои руки. Ну а четвертая десятиминутка только упрочила лидерство уникса, выигрывшего, по сути, всю игру третьим отрезком. Итог встречи 76-68. Третья домашняя победа команды. Вот и закончилась эта напряженная игра. Уникс одерживает третью победу в сезоне подряд. В этот раз в Еврокубках. Александр Дегтярев, Роман Полинсков. Неделя спорта. Чемпионат Республики Татарстан по баскетболу стартовал на этой неделе. В первом групповом матче, который состоялся 19 октября, соперником для мужской сборной Казанского федерального университета, стала сборная Казанского национального исследовательского технологического университета. Подробности в сюжете Владислава Сергеева. 19 октября в стенах концерна спортивного комплекса «Уникс» состоялось открытие чемпионата Республики Татарстан по баскетболу. Открылся чемпионат противостоянием команд КФУ и Кнетука ХТИ. После интенсивной межсезонной подготовки соперники решили продемонстрировать свои навыки и выявить, чья команда сильнее. Открылся матч весьма неуверенно. На протяжении первой четверти обе команды показывали баскетбол немного не того уровня, которого ожидали болельщики. Связано это с отсутствием игровой практики и малой сыгранностью команд. Первый матч сезона. Все-таки стоит понимать, что команда немножко притирается к новичкам. Ну, то есть игроки пока находят свои общие взаимодействия какие-то, пока что-то не получается. Кто-то, ну, немножко растренирован, то есть не в своих оптимальных кондициях. И в принципе игра у представителей КФУ складывалась удачно. Не было изначально колоссального преимущества, но чувствовалось, что представители федерального владели мячом больше, чем противники, тем самым оказывая на гнету давление. Подобная ситуация складывалась на протяжении первых трех четвертей. Заметили это и болельщики сборной КХТИ, но все равно продолжали верить в успех команды. Они проигрывают. Да, мы выиграем. Мы выиграем, выиграем, выиграем. Выиграем. Мы выиграем сегодня. Да, почему так уверен? Потому что к ниту. Это к ниту. Это к ниту? К ниту всегда будет первым. И еще 16 минут есть. Все еще впереди. За 16 минут успеют играться? Успеют. Четвертые четверки, и они все. На другую. Не ту! Не ту! Не ту! Не ту! В четвертой четверти игра сравнялась. Команды прочувствовали ход игры соперников и начали показывать достойную игру. Противники только и делали, что обменивались кольцами, набрасывая их мячами. КХТИ постепенно отбивались от натиска КФУ и моментами брали над матчем инициативу. Но догнать оппонентов им так и не удалось. Финальный счет матча 41-68. Победа у Казанского федерального университета. Владислав Сергеев. Неделя спорта. Ежегодная спартакиада первокурсников завершилась в эту пятницу последним из шести видов спорта веселыми стартами. На заключительном этапе побывала Юлиана Петрова. 20 октября в спортивном комплексе Уник состоялось торжественное закрытие спартакиада первокурсников. С каждым годом участников этого мероприятия становится все больше. В этот раз приняли участие 16 команд из всех институтов и факультетов университета, а также набережную Чунинского института КФУ. Спартакиада проходила в течение месяца. С 20 сентября по 20 октября. Я испытываю непередаваемые эмоции. Я считаю, что данные мероприятия, они необходимы молодежи, потому что они заставляют бегаться. В программу вошли плавание, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и многоборье ГТО. Заключительной частью стала эстафета «Веселые старты», которая проходила в два этапа. В первом раунде три команды выстраивались на старте. Каждый участник получал по теннисной ракетке, а задача заключалась пробежать небольшое расстояние и забросить шарик в корзину. Побеждает не та команда, которая быстрее закончила эстафету, а та, которая забросила большее количество шаров. Во втором раунде команды делились на пары. Задача заключалась в сплоченной работе. Нужно было провести мяч от старта до финиша и сбить препятствия. Эти веселые эмоциональные соревнования собрали огромное количество болельщиков. Команды были активны и старательны в прохождении всех этапов эстафеты. Победа досталась с набережной Челнинскому институту. Немного от них отстали Институт экономики и финансов и Институт международных отношений Востокобедения. Мы готовились к этому, достигли этого и получили первые места. Покорили Казань. Нам помогла сплоченность, наверное. Тренер. Да. Нам тренер очень сильно помог в этом ситуации. Благодарим тренера Василия Михайловича. Соревнования украсили зажигательное выступление сборных команд КФУ по фитнес-аэробике и черлидинку. Все призеры и победители соревнований получили дипломы и памятные медали. Церемония закрытия спартакиада проходила в непринужденной дружеской обстановке. С окончанием этих соревнований не заканчивается спортивная жизнь университета. Пожелаем всем первокурсникам, принявшим участие в спартакиаде, не останавливаться на достигнутом. Смело вливаться в сборные команды, чтобы и в дальнейшем отстаивать спортивную честь своих институтов. Юлиана Петрова, Тимур Файзулин. Неделя спорта. Юлиана Петрова, Тимур Файзулин. Юлиана Петрова, Тимур Файзулин. На втором месте институт экологии и природопользования. Они закончили спартакиаду с 62 баллами в активе. На третьем месте институт геологии и нефтегазовых технологий. У них ровно 60 баллов. Остальные результаты также на вашем экране. Обсуждать данные результаты и саму спартакиаду мы сегодня будем вместе с начальником отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексеем Николаевичем Ливановым Алексей Николаевич, добрый вечер Здравствуйте Спартакиада подошла к концу и пора подводить итоги, на ваш взгляд, как все прошло? Спартакиада студентов первого курса, она ежегодно очень интересна проводится в спортивных комплексах, отвечающих высоким требованиям Каждый год у нас появляются новые лидеры лидеры не только студенческих команд первого курса, но и студенческих команд сборных университета Есть виды, где у нас ежегодно принимает большое количество участников Есть виды, такие как настольный теннис, шахматы, где в меньшей степени по количеству состава у нас выступают студенты Но можно выделить, что эти виды интересны тем, что нельзя предугадать, кто у нас победит, кто попадет в призеры В этом году явное преимущество взяли ребята из набережной Челнинского института КФУ На ваш взгляд, как им удалось завоевать лидерство? Ведь мы не исключаем тот факт, что им приходилось каждый раз приезжать в Казань Здесь, наверное, я не соглашусь с вами Все-таки в последнем виде могло все поменяться в обратную сторону Так как последний вид все-таки решал, кто станет победителем Отрыв был небольшой Повторюсь, извыше сказано, что все-таки по Спартакиаде и набережная Челнинский институт Институт управления экономикой и финансов шли ровно Это наши лидеры И неизвестно, как говорится в спорте, до финального списка, кто станет победителем В этом году успех улыбнулся набережной Челнинским институтам Они очень ответственно подошли ко всем видам и выступили ровно Интересно, что в этом году они впервые в некоторых видах занимали первое место Но институт управления экономикой и финансов немного не повезло На мой взгляд, они немного уступили на старте, где были проиграны некоторые виды спорта И потом тяжеловато им было догнать наших студентов из набережной Челнов Поэтому здесь и результат закономерен А если то, что касается малой группы Я уже говорил, что институт физики это лидер малой группы Они прошли ровно и добились высокого результата Что дальше? Какие соревнования планируются еще до Нового года? До Нового года у нас очень обширная спортивная программа В ноябре месяце мы традиционно проводим блест-турнир по баскетболу Среди мужских команд, который пройдет 8 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» Далее за блест-турниром у нас стартует спартакиада студентов и аспирантов Казанского федерального университета Которые пройдут в начале ноября соревнования по волейболу И в конце ноября у нас ждут массовые мероприятия Это товарищеская игра чемпионов Казанского федерального университета По волейболу среди мужских команд И сборной команды КФУ профессорской преподавательской Надеемся на очень интересную игру И приглашаем всех болельщиков в спортивный комплекс «Бустан» на товарищеский матч Спасибо, Алексей Николаевич Спасибо вам за приглашение А я напоминаю, что в гостях у нас был начальник отдела Организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов А мы продолжаем неделю спорта Вот такая выдалась подборка спортивных новостей за последние 7 дней С вами была неделя спорта и я ее ведущая Ирина Королева Еще увидимся, пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»